В столице прошел концерт итальянского композитора, пианиста Александра Мартире. Вечер состоялся в органном зале Казахского национального университета искусств. Музыкант известен написанием саундтреков к художественным документальным фильмам, рекламным роликам для Netflix, Amazon и других площадок. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувствам. Я впервые в Казахстане и очень рад, потому что полтора года длится уже ситуация с пандемией и живые выступления стали редкостью. Сегодня исполню произведения из моих трех альбомов. Они предназначены для исполнения с оркестром, но я представлю их сольно. Следующий мой концерт пройдет в Туркестане, а затем я вернусь на родину в Италию. Александр Мартире вырос в маленьком городке Комо и уже с 11 лет начал сочинять свои первые фортепианные этюды на стыке классической поп-музыки. Тонкостям композиции Александр обучался в Генуи у выдающегося Джусто Франко, а после продолжил образование в престижном музыкальном колледже Беркли. Большой международный прорыв случился для Мартире в 2015 году после выхода студийного дебюта «Мелодия де Вита». С одним из номеров альбома талантливый юноша выиграл национальный конкурс фортепианной композиции в Савоне. Композитор известен и благодаря грандиозным проектам, связанным с альбомом «Share the World». Это концерты на водной глади озера Комо, в небе, на борту самолета и посреди Оманской пустыни. В этом году Санкт-Петербург отмечает свое 318-летие. В честь этого знаменательного праздника Эрмитаж публикует видео, посвященное сходствам и различиям двух городов – Санкт-Петербурга и Пальмиры. О них рассказал научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Сергей Орехов. Впервые сравнение Санкт-Петербурга с Пальмирой появляется в конце XVIII века. В немалой степени оно было подготовлено сравнением Екатерины Великой и царицы Зинобии, знаменитой правительницы Пальмиры. Параллели между двумя городами особенно явственно проявились в архитектуре и градостроительстве северной столицы России, в первую очередь в облике арки главного штаба, композиция которой повторяет триумфальную арку в Пальмире. В Венецианском театре Ла Феничи прошел концерт симфонической музыки. В портере роскошного зала расположился оркестр театра. Коллектив исполнил произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Франца Шуберта. В этот вечер симфонический оркестр выступил под управление маэстро Александра Лонквиха. Он вышел на сцену одновременно в качестве дирижера и солиста. Артист является обладателем первой премии международного конкурса пианистов имени Касагранда. Музыкант дважды удостаивался премии Франко Объятти. В столичном амфинтеатре на набережной реки Исили состоялась концертно-развлекательная программа и выставка детского рисунка «Будущее – это мы». Экспозиция состояла из лучших работ юных воспитанников художественной студии дворца Жастар. Также желающие могли поучаствовать в проходившем там же мастер-классе по изобразительному искусству. Посетителей порадовали выступления детских танцевальных и музыкальных коллективов дворца Жастар и творческих самодеятельных коллективов города. У нас несколько кружков танцевальных по различным направлениям. Театральный кружок, кружок иллюзиона, кружок изо-студия. И все эти коллективы сегодня покажут свое творчество. Среди выступивших коллективов были такие, как театральная студия «Эм-Арт», школа контемпорари-балета «Аст-Сити Бэллет», театр эстрадного вокала «Джаз-Арт», танцевально-спортивный клуб «Воскресенье», воспитанники школы-студии «Талант» и многие другие. Номера были яркими и динамичными, а танцующие фонтаны послужили красивым, дополняющим фоном для них. Сегодняшний концерт проходит в одном из самых красивых мест нашей столицы. Организовал концерт дворец «Жастар», и мы участвуем в нем со своими воспитанниками. В этом концерте мы исполняем произведения членов Союза композиторов Республики Казахстан и произведения, прозвучавшие в музыкальной радиопрограмме «Балапан». Для самих же маленьких гостей было организовано множество увлекательных игр и интересных конкурсов. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 12 июня артисты Театра имени Станиславского порадуют публику постановкой «Месяц в деревне». В Кокщитау 12 июня труппы областного драматического театра проведет показ спектакля «Чичиков» по мотивам поэмы Гоголя «Мертвые души». 13 июня в Кустанайском театре имени Умарова состоится постановка «Отельмиген Паррес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова